В прямом эфире новости в студии Ирина Алиева. Здравствуйте! Я коротко о главных темах выпуска. Перспективы развития края Азиатско-Тихоокеанского региона обсудили на международной конференции Сибирский Плацдарм. Каковы планы экономического сотрудничества? Говоря о человеческом капитале, говоря о человеке как самой цели нашего стратегического планирования, мы имеем в виду серьезно изменить структуру экономики, систему занятости. Завтра в Красноярске стартует 13-й экономический форум, что станет основной темой дискуссий на этот раз и какие известные политики и эксперты примут участие в работе КЭФ. Сюда приезжают и ведущие эксперты в области экономики, и ведущие научные эксперты, ну и, конечно, бизнесмены, инвесторы, и поэтому Красноярский край имеет такое большое количество инвестиционных проектов. Синоптики предупреждают жителей края об ухудшении погоды в ближайшее время. А кому стоит обратить особое внимание на их прогноз? Дальше по мере заполнения и ухода цеплона на юго-восток, значит, в тылу которого будет смещаться очень холодная воздушная масса, ощущается прояснение, похолодает. Лучшие специалисты по охране лесов, парашютисты-десантники со всей России провели в Шушенском противопожарное учение, что было самым сложным. Мы уже в прошлом только году выполнили более ста перебросов именно парашютистов-десантников, которые предупреждали чрезвычайную ситуацию в тех регионах, где была связана проблема с лесными пожарами, которые мы стояли. В Красноярске сегодня открылась вторая международная конференция, которая называется «Сибирский плацдарм. Проблемы и задачи экономического развития Сибири и Красноярского края». В ее работе принимают участие представители власти, эксперты и ученые. Сегодня на конференции обсудили предварительные параметры концепции социально-экономического развития региона до 2030 года, в который во главу угла поставлен человек. Подробности в репортаже Андрея Стародыма. Международная научная конференция – это первое событие, которое проходит здесь, в Центре общественных связей Сибирского федерального университета. По сути, это официальное открытие этой площадки. Поэтому участники конференции сначала осмотрели это здание, которое также называют Конгресс-холлом. Губернатор края Виктор Толоконский, председатель законодательного собрания Край Александр Ус прошлись по просторным холлам. Площадь четырехэтажного здания составляет 13 тысяч квадратных метров. А во время проведения в Красноярске всемирной зимней универсиады 2019 года здесь будет размещаться пресс-центр. Мы можем поздравить друг друга с тем, что сегодня находимся в первом новом объекте универсиады. И в этом смысле нам есть чем гордиться и поблагодарить и строителей, и всех, кто принимал в этом участие, поскольку этот объект сделан без излишеств, но в настоящем, хорошем международном уровне. Вот когда мы шли здесь по коридорам, смотрели, кто-то сказал европейский уровень. Я думаю, это неправильно. Это сибирский уровень, к которому должна стремиться Европа. Пленарное заседание прошло в зрительном зале, который вмещает 700 человек. И главную тему обсуждения задал заместитель председателя правительства края Виктор Зубарев. Он рассказал о предварительных параметрах разрабатываемой стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. И главная цель – развитие среды благоприятной для населения. Это же подчеркивает и девиз конференции «Технологии, ресурсы, человек». В этом слогане нет ни одного лишнего слова. Все эти слова должны быть, потому что выброси одно какое-то из этих слов и не будет работать вся эта система. Поэтому без человека, конечно, это невозможно. Это было поручение губернатора. Проведена большая работа с анализами рисков, тех вызовов, которые стоят перед краем, тех проблем и задач, которые необходимо разрешить, с одной стороны, для устойчивого развития красноярской экономики и при этом обеспечить повышение благосостояния людей, комфортности среды для жителей Красноярского края. Как отметил в своем выступлении губернатор края Виктор Толоконский, необходимо не только создавать новые высокотехнологичные производства, но и качественно обновить структуру экономики края, опираясь на потребности человека, чтобы высококлассные специалисты стремились приехать в край для работы и комфортной жизни. Говоря о человеческом капитале, говоря о человеке как самоцели нашего стратегического планирования, мы имеем в виду серьезно изменить структуру экономики, систему занятости, сформировать современную, отвечающую всем закономерностям развития научно-технологического и социального прогресса сферы занятости. И как бы в подтверждении тезиса о важности человеческого капитала в завершении пленарного заседания, руководители региона наградили лучших молодых ученых, победителей конкурса «Будущее Сибири. Проблемы, прогнозы, перспективные решения». Завтра научная конференция продолжится, эксперты будут обсуждать положение Сибири в пространстве России и мира, и векторы развития. Андрей Старадым, Алексей Овсянников, новости. Конференция «Сибирский плацдарм» по сути неофициальная часть Красноярского экономического форума, где обсуждаются вопросы регионального значения. А более масштабные задачи эксперты будут решать завтра, когда начнется основная программа. В течение трех дней российские и зарубежные эксперты будут обсуждать перспективы развития страны в ближайшие 15 лет. Анна Московских с подробностями. Красноярский экономический форум 2016 стартует в краевом центре меньше, чем через сутки. Он традиционно открывает в начале года общественный и деловой сезон в стране. За время проведения форум закрепил за собой статус центральной экспертной площадки. Сюда съезжаются российские и зарубежные специалисты в самых разных отраслях. Тема предстоящего форума «Россия. Стратегия 2030». Участники обсудят перспективы развития страны на ближайшие 15 лет. Это и поддержка гражданских инициатив, изменение структуры экономики и многие другие аспекты. Ожидается участие большого числа зарубежных гостей. Среди них министр экономического департамента посольства Японии Хироси Тадзима, профессор бельгийского университета Жан-Филипп Плато, вице-мэр города Хэйхэ Ванган и многие другие. Самое главное, конечно, это обсудить стратегию социально-экономического развития нашей России, Красноярского края. Что нам ждать через 15 лет в 2030 году? Как мы видим образ будущего? Это очень важное обсуждение, которое ляжет в основу документа. Стратегия социально-экономического развития. Ну и, конечно же, те уважаемые эксперты, руководство страны, которое к нам приезжает, выстроив те коммуникации, взаимоотношения, нам помогут решать и текущие вопросы сегодня, здесь и сейчас для жителей Красноярского края. Красноярский экономический форум уже зарекомендовал себя как судьбоносная площадка. В 2006 году на третьем форуме была подана заявка на финансирование из Инвестиционного фонда проекта развития Нижнего Приангарья. На его площадках рождались Ванкорп проект и Сибирский федеральный университет. Здесь обсуждали объединение края. В 2008 году в работе форума впервые принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2012 КЭФ посетил Владимир Путин. Сюда приезжают и ведущие эксперты в области экономики, и ведущие научные эксперты, ну и, конечно, бизнесмены, инвесторы. И поэтому Красноярский край имеет такое большое количество инвестиционных проектов. И мы видели сегодня, уже сегодня прозвучало, как мы выглядим на уровне других регионов. Выглядим мы очень хорошо. Особым событием нынешний форум обещает стать для Енисейска. Город представит большую интерактивную площадку, на которой можно будет прогуляться по улицам будущего. Гости смогут увидеть, как преобразится Енисейск к 400-летнему юбилею. Глава города Игорь Антипов надеется, что это станет мощным толчком для развития туризма. Кроме того, с помощью Красноярского экономического форума он рассчитывает привлечь новых инвесторов. Мы можем показать свою старину, реставрируемую, восстановленную старину. Ну и я уверен, что бизнес сообщества, бизнес не только города Енисейска, может быть, кто-то еще и заинтересуется, они очень быстро устроятся в ситуации. К тому примеров уже сейчас по городу Енисейску масса. У нас уже появляются частные гостиницы, у нас появляются точки питания общественного. То есть бизнес сообщества города Енисейска, оно очень активно и чутко реагирует на все эти изменения. Зрители телеканала Енисейс могут оперативно узнавать все новости Красноярского экономического форума. Каждый день будут проходить прямые трансляции пленарных заседаний. Наши корреспонденты в прямом эфире расскажут обо всех важных решениях, принятых на форуме. Гости мобильной студии обсудят итоги дискуссий и мозговых штурмов. А в специальном павильоне телеканала Енисейс можно будет подробно узнать обо всех проектах, которые стартуют в этом году. Анна Московских, Максим Галат, новости. Красноярский край стал одним из немногих регионов, которые будут поставлять зерно в Китай. Чем осложнялось подписание этого соглашения раньше? Расскажем далее. Сегодня губернатор края Виктор Толоконский и председатель законодательного собрания края Александр Ус поделились своими мыслями по поводу предстоящей осенней выборной кампании. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы, страны и законодательного собрания края состоятся 18 сентября этого года. И многие потенциальные кандидаты уже начали работу с избирателями. Конечно, хочу пожелать всем участникам этого процесса никогда не терять вот этот наш красноярский патриотизм. Всегда понимать свою ответственность за настоящее и будущее. Очень важно, чтобы такие избирательные кампании не разъединяли людей, а объединяли. Вот я уверен, что в Красноярском крае это будет время концентрации усилий, концентрации вот этого чувства большой ответственности за будущее нашей территории, понимание больших возможностей Красноярского края. Мне хотелось бы выразить уверенность, что на этих выборах победит партия красноярцев, людей, обладающих здравым смыслом, конкретными конструктивными идеями, людей, относящихся вот к нашей земле как к родине, независимо от их политических ориентаций. Красноярский край будет поставлять зерно в Китай. Мы вошли в число четырех регионов, которые получили право на экспорт в эту страну. Стоит отметить, что Россия шла к этому очень давно. В Китае существуют очень жесткие правила фитосанитарного контроля. Было проведено множество переговоров. Специалисты из Поднебесной смогли убедиться лично в высоком качестве нашего зерна и его переработке. И только после этого они пошли на заключение договоров с Красноярским и Алтайскими краями, Новосибирской и Омской областями. Теперь мы можем поставлять яровую пшеницу, кукурузу, рис, сою и рапс. Мы пригласили китайцев. И они побывали в этих регионах и непосредственно убедились, что фитосанитарное состояние регионов производства пшеницы может соответствовать фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики. И это позволит вовлечь в сельскохозяйственное производство земли, которая в настоящее время, как мы, к сожалению, можем наблюдать, в настоящее время не обрабатывается. Для Красноярского края это очень значимое достижение. Мы сегодня производим 2,5 миллиона тонн зерна. Не все оно востребовано. Более 500 тысяч тонн мы ежегодно вывозим. Иногда цена на зерно сваливается. Дополнительный рынок, вот китайский рынок, который открылся для сельхозпроизводителей Красноярского края, он и стабилизирует, и, во-первых, поднимет цену. Все-таки цена будет формироваться мировой конъюнктурой цен. И мы понимаем, что не будет зависеть от других каких-то положений. Сегодня глава Красноярска Иткам Макбулатов встретился с генеральным консулом КНР Тянь Юнсяном. Китайская делегация прибыла на Красноярский экономический форум. Представители Поднебесной отметили, что визит в столицу края – очень важный шаг в развитии отношений. Два китайских города – Хэйхэ и Чанчунь – являются побратимами Красноярска, а значит, постоянно обмениваются опытом. Итхам Макбулатов поблагодарил генерального конкурса за интерес к экономическому форуму и Красноярску. А в конце встречи гости и городоначальник обменялись памятными подарками. Значит, это китайская счастливая птица. Ну, мы так называем, как будут журавли, белые журавли. В Шушенском прошли учения сотрудников авиалесохраны, на которые съехали специалисты со всей России. Что стало самым сложным при тушении огня в Сибирской тайге, расскажем далее. Здоровье – залог счастливой жизни. Пройди тест на выявление рака кишечника за 5 минут, не выходя из дома. Тест надал. Так просто быть уверенным. Внимание! Антикризисные подарки в магазинах «Альдо». При покупке многофункционального устройства или принтера «Эпсон» со встроенными емкостями для чернил, подарочный сертификат от 1000 до 1500 рублей в подарок с 15 февраля по 31 марта. Вы расслаблены, вы легкие, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны, как бамбук. Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение и телекарта. Живите с легкостью. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. В прямом эфире новости продолжаем выпуск. В Красноярский край придет ухудшение погоды, предупреждают синоптики. Завтра ожидаются порывы северо-западного ветра до 14 метров в секунду. Пройдет небольшой снег. В четверг и пятницу ночью будет около минус 12 градусов, днем до минус 8. А к выходным в край с Урала придет циклон и столбик термометра опустится вниз. Уже в воскресенье ночью будет минус 18, днем около 12 мороза. Самым холодным днем станет мужской праздник 23 февраля. В темное время суток температура опустится до минус 25. Это примерно на 3-4 градуса ниже нормы, говорят синоптики. В центральных районах края ожидаются слабые метели. Погода также будет постепенно портиться. 20 субботу мы ожидаем временами снег на всей территории. Также ветер порывами до 13-18 метров в секунду. И также температура ночью 10-15, дневные 5-10. И дальше по мере заполнения и ухода на юго-восток, значит, в тылу которого будет смещаться очень холодная воздушная масса, значит, что прояснение похолодает. И уже к 23-му ночные составят порядка 21-26, местами до 33, в основном по востоку. А дневные порядка 10-15, по востоку до 20 градусов. Капризы погоды скажутся и на дорожных условиях. Уже сейчас на загородных трассах есть снежный накат. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей соблюдать элементарные правила безопасности. Снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы успеть среагировать в случае непредвиденной ситуации. То есть в таких погодных условиях нельзя делать резких маневров, ускорений, торможений. Это все может привести к тому, что водитель может потерять управление с автомобилем и он выйдет на полосустречное движение даже без цели выезда и совершения обгона. Поэтому здесь нужно понимать, что если водитель собирается в дальнюю дорогу, при повышении температуры и снегопаде обязательно должна быть залита незамерзающая жидкость в бачок омывателя. Должны работать дворники, чтобы своевременно лобовое стекло было чистым. В Шушенском прошли учения Федеральной службы авиалесохраны. На них съехались участники из 23 регионов России. Пожарные парашютисты отрабатывали приемы тушения огня в экстремальных условиях. Уникальные кадры десантирования не пропустите в нашем следующем сюжете. Работаем триммерами. Учитывая, что передние свободные концы подтягиваются, клеванты становятся достаточно мягкие. Предполетный инструктаж и подготовка. Группа парашютистов авиалесоохраны из 23 регионов страны готовится к десантированию на лесную поляну, где, по легенде, разгорается пожар. На этот раз тренировку решено было провести в Шушенском. Пожарные сами укладывают парашюты, проверяют все необходимое оборудование. В реальной обстановке очень важна скорость реагирования. Предварительно мы собрались в теоретическую часть. Мы обсуждали, как бороться с лесными пожарами, какие средства применять при тушении лесных пожаров, какие парашюты будем использоваться. Вот сейчас мы будем внедрять новые парашютные системы. СДГ-100 – это грузовые парашютные системы. Десантников авиалесоохраны называют лесным спецназом. Они участвуют в тушении самых сложных пожаров. Им приходится работать в экстремальных условиях – посреди тайги, болот, крутых горных склонов. В учениях принимают участие только инструкторы ведомства, чтобы в дальнейшем передать полученный опыт своим подопечным. Мы уже в прошлом только году выполнили более 100 перебросов именно парашютистов-десантников, которые предупреждали чрезвычайную ситуацию в тех регионах, где была связана проблема с лесными пожарами, которые мы знаем. Каждый из старших инструкторов за три дня учения сделал по 12 прыжков. Навыки, полученные на учениях в Шушинском, участники будут применять в своих регионах. Руководители Федеральной службы авиалесоохраны оценили результаты тренировок на твердую четверку. Сергей Сеславин по материалам Шушинской телекомпании. В Красноярске открылась студия для профориентации «Дешкалят». Пока их мамы проходят обучение, детям в игровой форме рассказывают о многообразии функций той или иной профессии. Подробности расскажет Екатерина Погорелова. Теперь женщины, которые проходят обучение по направлению службы занятости, могут оставить своих ребятишек под наблюдением специалистам. Детям на занятиях расскажут о существовании различных профессий. В игровой форме «Дешкалятам» рассказывают, какие есть профессии. Также для детей проводят уроки лепки и конструирования из кубиков. Помимо этого с малышами будет работать психолог. Занятия для детей проходят в течение дня, пока мамы находятся на курсах. Для многих открытие детской комнаты при центре профориентации стало настоящим спасением. У меня ребенку полтора года. Где оставить, с кем оставить? Приходилось по-разному решать вопрос. Бабушки, ясли, подруги и так далее. Поэтому сейчас проблема будет решена. Можно будет приехать на занятие, оставить ребенка. Оставить здесь своих детей смогут мамы, которые обучаются в центре профориентации на различных курсах. Зачастую женщины находятся в декретном отпуске и бесплатно повышают свою квалификацию. В Красноярском крае по статистике порядка 100 тысяч женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком от полутора лет до трех лет. И понятно, что три года, когда женщина находится в декрете, происходит некая утрата профессиональных навыков. Специалисты говорят, что рассказывать о различных профессиях детям необходимо как можно раньше. Тогда у ребенка точно не возникнет вопрос, какое образование получать и куда идти работать. Чем раньше ребенок определится в профессиональном своем выборе, тем лучше и легче ему будет дальше сознавать. С учетом психологических возрастных особенностей детей вот этого возраста, легко формировать его профессиональное мировоззрение. Вы знаете, познакомить его с миром профессии, с многообразием профессии, через родительских профессий, через его бабушек и дедушек. В Красноярском крае подобных детских комнат больше нет. Перенимать опыт работы будут специалисты со всего края. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев, новости. Компания «Красноярск Энерго» завершила масштабную реконструкцию старейшей электроподстанции «Городская». От нее энергия поступает в дома жителей Центрального и части железнодорожного районов Краевого центра. Сегодня на обновленном объекте побывал Сергей Сеславин. Ему слово. Подстанция «Городская» старейшая в Красноярске. Можно сказать, именно отсюда началось энергообеспечение Краевого центра. Построена она в 1943 году. Но с 60-х здесь не проводилась реконструкция. И вот, наконец, на подстанции появилось новое современное оборудование. Два мощных трансформатора теперь снабжают энергией практически весь центр Красноярска, части железнодорожного района и Покровки. Это десятки многоэтажек, социальные объекты, торговые центры, здания правительства и федеральных ведомств. Для города эта подстанция носит стратегический характер, особенно учитывая темпы строительства нового жилья в столице региона. Вопрос, наверное, обеспечения надежности электроснабжения потребителя на сегодня – это самый важный вопрос для города. Это наша совместная задача с энергетиками. Генеральный план города на сегодняшний день разработан. Генеральный план города принято. Спределены основные развития направления города. Уже понятно, куда нам нужно двигаться. Объем работ во время реконструкции был проделан колоссальный. Кроме установки новых трансформаторов, под всем уличным оборудованием заменили фундамент, установили новые распределительные автоматы и электроопоры. Стоит отметить, что все приборы отечественного производства. Увеличилась пропускная способность подстанции, то есть возможность одновременно обеспечивать электричеством большее количество потребителей. Благодаря этой реконструкции увеличена существенная надежность электроснабжения потребителей. Это основная наша задача. Дополнительная мощность, она вот позволит, я думаю, что если перевести на дома, на жилищное строительство, ну это около 50-70 девятиэтажных, десятиэтажных домов. 2016 год для Красноярска Энерго стал точкой отчета инвестиционной пятилетки. В строительство и ремонт различных энергообъектов по всему краю вложат почти 2 миллиарда рублей. Это должно значительно повысить надежность электрических сетей региона. Сергей Сеславин, Всеволод Никитин. Новости. Наш телеканал завершает проект «Дарь и добро». Как изменилась жизнь героев, которые стали настоящими телезвездами, расскажем после рекламы. Семена овощей и цветов на почте. Рядом с домом. Большой ассортимент сортов и гибридов. Напрямую от производителя. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. В прямом эфире новости. Спасибо, что вы с нами. Настало время очередной серии нашего проекта «Дари добро». Сегодня в эфир выйдет последний эпизод четвертого сезона. Напомню, называется «Проселок, ведущий домой». Наш герой – житель Емельянова. Иван Матюнин вернулся из Красноярска в родной поселок, чтобы сделать его известным. Деревенский видеоблогер собирает лайки, комментарии подписчиков. Как один парень с камерой создал в поселке целое телевидение, расскажет Виктор Самусенко. В Емельяновском районе большое спортивное событие. В поселке Иловое проходит гонка лыжня России. Как ее осветят? Журналисты местной газеты напишут заметку. Мы, Краевой телеканал, дадим небольшой материал в вечерний выпуск. И этим все и закончится. Все самое интересное останется за кадром. Так было до сих пор. Но теперь у Емельянова есть свое телевидение. Вот этот парень с маленькой камерой. Репортер, оператор, режиссер. А теперь еще и местные селебрити. Совсем скоро будет дан старт, а пока готовимся. Судьба чиновника Емельяновской районной администрации Ивана Матюнина круто повернулась месяц назад. Когда мы раздобыли для него камеру. Замигало. Отлично. Значит, запись пошла. Вот пошла запись, да? Супер. Научили ей пользоваться. Вот этого вот в кадре. Вот чем меньше, тем лучше. И провели мастер-класс по видеомонтажу. Монтаж где начинается? Правильно. В голове. Соответственно, прежде чем монтировать, мы должны придумать, что мы будем монтировать. Потом первая съемка. Хор Качинские зори. Межпоселенческий дом культуры. Иван очень волновался. Можно как-то покучнее? Как-то покомпактнее? Нет? Или они так и будут все растянуты, да? По-компактнее скрудились. Потом все пошло совсем не так. Иван от волнения не уследил за своей камерой. И выступление не записалось. Нашему герою пришлось уговаривать хор заново собраться на внеочередную репетицию. Только Тур смог спасти ситуацию. Первый видеоблог все-таки вышел вовремя. В последнем сезоне проекта «Дари добро» мы хотели показать муниципальным образованием края, как можно недорого и со вкусом рассказать меру о жизни в своей деревне. Любые события, таланты, человеческие истории – все это в наше время довольно просто. Снять и выложить на YouTube. Популярность обеспечена. Идея замечательная. И я очень рад, что Иван Матюнин в этот проект вошел. Я считаю, что он может очень многое рассказать, очень многое показать о нашей жизни. Я только двумя руками поддерживаю. На этом все. То есть совсем все. Проект «Дари добро» прекращает свое существование. Мы еще подведем итоги всех четырех сезонов, вспомним наших удивительных героев и не раз встретимся с ними. Свои же силы мы направим в новые проекты с новыми же названиями и концепциями. Однако «Дари добро» мы уже никогда не перестанем. Виктор Самусенко, Андрей Панкратц. Новости. И сегодня мы решили узнать, как живут все герои нашего проекта «Дари добро». Все эти люди стали близки и нам, и нашим зрителям. Екатерина Погорелова сегодня встретилась с ними, чтобы они рассказали, как проект канала «Енисей» изменил их жизнь. Полгода в эфир выходили сюжеты, героями которых стали обычные жители нашего большого края. Четыре истории, по-настоящему уникальные и запоминающиеся. Вот, например, семья фермеров Спиридовичей содержит коз и выращивает птиц. Раньше продукция расходилась только по знакомым, но в рамках проекта с нашей помощью им создали сайт в интернете. В итоге покупателей стало в два раза больше. Сейчас фермер строит новый большой птичий дом. Уже удалось даже немного расширить хозяйство. Недавно купили третью козу. А в свободное время глава семейства занимается техническим осмотром автомобилей. Игорь Спиридович говорит, что для их семьи участие в проекте «Дари добро» – большая удача. Стало больше обращений, стали узнавать. Стали появляться старые клиенты, которые там когда-то куда-либо ушли или потерялись, там контакты, может быть, потеряли. Они тоже возобновились, там звонят, вот, здрасте, здрасте, а мы вот потеряли ваш контакт. Сейчас как замечательно, здорово, что у вас появился сайт. Сайт, ну, в принципе, работает отлично. Еще один герой проекта – Александр Малясов. Долгое время мужчина был одинок. Практически ни с кем не общался и даже потерял контакты с друзьями. На самом деле мы не сделали ничего неординарного. Просто подарили компьютер и научили им пользоваться. И завели странички в социальных сетях. И, как оказалось, жизнь у пенсионера заиграла новыми красками. Удалось восстановить десятки контактов. Жизнь стала немножко разнообразнее. Мы узнаем, что ты в человеке, в общем-то, нужный, кто тебя находит. Поэтому это приятно видеть, приятно общаться, приятно вспоминать. Поэтому, конечно, извинила. Это кальмары, осьминоги и лакушкой. Какие крокодины. Даже такие огромные крокодины бывают. А вот история самого маленького героя Толи Катцина прогремела на всю страну. Напомню, у ребенка серьезные проблемы со здоровьем. И при этом он очень талантливый. Мальчик прекрасно рисует. Чтобы заработать деньги на реабилитацию, мы помогли Толи и его родителям создать сайт, через который стали продавать сувениры с его рисунками. Этой историей заинтересовались федеральные журналисты. И даже пригласили мальчика и его родители на Первый канал и в студию «Союзмультфильм». А сувениры покупали неравнодушные люди по всей стране. В итоге собрали около 200 тысяч рублей. На этом Толя не останавливается и, конечно, творит дальше. Если как бы все благополучно сложится, то надеемся, что будем участвовать во Всероссийском конкурсе детского рисунка, который будет в Москве в апреле проходить. У Толи еще много проектов и идей. Также он по-прежнему нуждается в помощи. Купить сувениры с его рисунками или просто материально помочь ребенку справиться с болезнью, можно через сайт, адрес которого вы видите на экране. Там вы найдете реквизиты и телефоны семьи. На этом проект «Дари добро» завершается. Однако социальные проекты на телеканале «Инисей» не заканчиваются. Впереди много интересных и по-настоящему добрых дел. Екатерина Погорелова, Александр Ермошенко. Новости. Сегодня международный день спонтанного проявления доброты. Сотрудники нашей телекомпании решили поднять настроение друг другу и зрителям небольшими подарками. Так, например, ведущая новостей Ксения Кощеева сегодня дарила букеты цветов незнакомым людям, вспоминая, что когда-то ей в детстве тоже подарили цветы. А Артем Курчавый протер столы и компьютеры для корреспондентов новостей, чем немало удивил сотрудников. Ведущая новостей Ксения Митрофанова решила покормить, простите, птичек пшеном, так как найти пропитание сейчас им все труднее. А телеведущая Елена Бурасова привезла пакеты с фруктами в Краевой госпиталь для ветеранов войн. Телефон редакции 236-0136, наш сайт www.enesey.tv. Я, Ирина Алиева, с вами не прощаюсь. Увидимся за полчаса до полуночи. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами и делайте добрые дела. Продолжение следует...